Доброго дня! Маска в руках, она помогает. Мы собрались для того, чтобы впереди у нас местные выборы и нам с этого уже пришло час определяться, потому что уже набежало столько, уже говорят 10, кто-то говорит 20 человек, то есть те, которые люди вообще не имели ни отношения, не думали, им было все равно, но в Голованевске мы будем или будет это отдельная громада, то есть все смотрели из кустов, получится, не получится. Сейчас уже все повылазили, все борцуны, все готовы вставать щеремы господарями, то есть я считаю, что моральное право есть у всех, ну в принципе люди должны определяться и смотреть, с кем они хотят быть, то есть есть у нас только... Я бы хотел сказать не моральное, а вот юридическое, может это и есть, а морального нет? Все мы живем так, на грани, то есть люди должны, ну люди вообще всю жизнь должны, ну по идее мы никому ничего не должны, скажем так, давайте определимся, пусть этот человек, который сможет вывести вот этот дохлую лошадь куда-то, ну в более прекрасной территории, ну не территорию, ну я говорю так, это самое, я волнуюсь образно, да. Не волнуюсь, я говорю четко. Да, четко ясно, да, я хотел сказать, что вот комбинат определился, что у него есть свой кандидат, то есть Купринюк Вячеслав, то есть это, ну наверное парень хороший, то есть он... Да, ну это еще не остаточный, ну так говорят все, то есть он уже будет у нас членник целой команды, там еще что-то, ну только... Только хорошим мы можем пожелать, то есть если его видение есть, как это все делать, как это самое, если просто, ну расчет на то, чтобы люди бегали на комбинат, и согласовывать с ними все это самое, скажем так, не все жители Побукского работают на комбинате, и не все работники комбината жители Побукского, то есть как бы громада это громада, и давайте определимся, как нам будет лучше всем, то есть человек не должен быть зависим, человек не должен быть с самого начала настроен на какую-то коррупционную составляющую, То есть если люди все разные, ну просто... Ну вот мы даже исходим от руководства страны, мы ставим разных людей, и каждый раз проходит время, и они становятся какие-то не такие, какие-то они порченные, что-то они нам делают не так, это самое... То есть люди разные, ставите их на место, и они становятся вам неугодные. То есть скорее всего, что надо просто поменять отношения между людьми и властью, то есть власть должна быть подконтрольна, а люди должны принимать активное участие в жизни и распределении финансовых потоков. Все крутится вокруг денег. Я несколько раз пытался Василию Николаевичу рассказать, что вот есть заборчик, заборчик стоит 61 тысячу, это очень дорого. Это ты говоришь неправда. При нем нахожу в интернете сколько стоит двухметровая секция полтора метрового заборчика, выставляю этот поток в интернете. Все смеются и говорят, да это ж нормально, это самое. Главное, чтобы кто-то опытный, главное, чтобы это самое. Он же нам ничего плохого не делает. В другом месте мне говорят, да что ты занимаешься, это ж не наши гроши, это их не гроши. Вы должны понять, что деньги ваши, бюджеты ваши. И распределять бюджет должен каждый человек принимать участие. Не какие-то надуманные программы, которые в принципе не меняют вашу, нашу жизнь. То есть человек, который отчетливает это, он не должен быть под отчетом какому-то бизнес-клану, хоть и фермеру, хоть и металлургам. То есть он должен держать отчет перед теми людьми, которые его, по идее, должны выбрать. Демократично, без всяких вот этих дерганий за ногу, что ты туда не ходи, ты сюда не ходи, мы знаем, кого надо выбирать. Приезжают сюда, сами губернаторов решают, там еще что-то. То есть, ну, рады мы всех видеть, пусть им будет всем хорошо, но громадно пусть определиться со своим лидером еще. И чтобы она могла спрашивать с этого лидера, потому что когда подсовывают кошенявка в этом, в мешке, а какой спрос? Если ты не принимаешь участие в определении личности, тебе вот сказали, вот этот парень будет хороший, он краску даст там в садик, он скамеечку поправит, парень уже плачется, что он несет убытки. Ну, как бы, лидер это не тот, который где-то укурал и потом, подмазав вам какие-то эти самые, будет вам рассказывать. Ну, то есть, это не вложение, это не бизнес, что уважил и потом надо отбивать. То есть, это берешь какую-то ответственность на себя и потом ее несешь. Если ты готов, то ты это делаешь. Если не готов, то есть, очень даже в Западной Европе людям даже зарплаты не платят. Но из-за того, что у него висит табличка, что он главный в этом селе, у него моральное удовлетворение перекрывает все его хлопоты и это самое. А у нас и тут почему-то, потому что надо покушать, наесться, а потом уже и нажраться, потому что их никто не контролирует. То есть, давайте определимся, кто нам сможет, как бы, ну, вот этот маленький 10300 человек в нашу АТГ, которая получилась, в принципе, слава Богу. Ну, выборцев нет 10 тысяч, но 10300 есть жителей. Есть Камашко Григорий Витальевич, то есть, уважаемые люди на два сроков депутатам. То есть, к сожалению, бабушских депутатов никто никогда не видит. Ну, то есть, как-то получилось, что оппозиционная платформа, она вроде в меньшинстве, ну, хотя они могли бы поднимать, наверное, вопросы что-то по поселку. Потому что вы даже не представляете, что происходит. То есть, больницы у нас нет, школы у нас нет, садиков у нас нет, дюта у нас нет. То есть, все отдано в аренду или в оперативное управление Голованьское. То есть, ничего этого нет, бюджета у нас тоже нет. Ну, вот, то есть, хотя во всем мире люди стремятся, чтобы, как это сказать, громада, это первичное, и то есть помещения принадлежат громаде, земли принадлежат громаде. Все должно быть заточено под громаду. У нас все заточено под... Под район. Под район. Да, я уже с тобой это слово, ну, под район, да. Поэтому они... Да, то есть, вы должны понимать, что такой же самый населенный пункт по населению с целой семейского типа Голованист имеет бюджет в пять раз больше, чем с целой семейского типа Голованист. То есть, мы как негры, а они как белые люди. То есть, хотя и жители Голованист, скажем так, не все в долях, ну, скажем так, хотя бы какие-то плюшки они могут получать из бюджета в пять раз больше. То есть, это, вдумайте в цифру, то есть, это не пять процентов, не пятьдесят процентов, а просто пятьсот процентов. То есть, ну, скажем так, давайте думать, как определить нашу жизнь. То есть, люди, ну, вот, допустим, нас опять, ну, как бы мало, нас опять, как бы, никому ничего не интересно, гад. Ну, то есть, люди опять придут, скажут, да, ну, елки-палки, опять, вот, опять, опять болтовня, как они вот эти оппоненты наши говорят, фейсбучные там, мы ведем баталии. Ну, иногда фейсбучные баталии снимают, тоже какой-то положительный результат имеют, скажем так. Африку перевернул в фейсбук, скажем так, то есть, это революции. Революции нам не надо, давайте потихоньку, демократическим путем, мое мнение, это мое мнение, то есть, я его никому не навязываю, хотя мне постоянно пытаются это, ну, инкриминировать, скажем так, есть такое слово. То есть, у каждого свое мнение, каждому что-то наобещали, кому-то он ремонт ветеранского клуба наобещал, Сергей Павлович. Пусть он свет вам сначала сделает, потому что вот вы сидите без света. То есть, самое главное поменять условия, чтобы власть могла приходить и отвечала за свои действия перед людьми. Это самое главное условие. Как только сделается вот этот парадигма, то есть, такое условие сделать, сразу перестанут вот эти красномовные люди обещать то, что они даже не собираются думать после выборов. То есть, приходят люди и обещают, вам уже Поляков обещал бассейн. Есть бассейн? Есть желающие купаться в бассейне Поляков? Нет. Ну, то есть, зачем слушать и постоянно наступать на одни и те же грани? То есть, есть бюджет, пожалуйста, встали все, вышли на площадь и сказали, ребята, у нас есть столько денег. Есть предложение сделать ремонт в ветеранском клубе, расширить кладбище, сделать там забор, решить вопрос с мусором. Это стоит вот столько, там столько, столько. Что мы делаем? Мы хотим фонтан. Ну, значит, будет фонтан. Ну, то есть, надо, чтобы люди принимали решение в том, как жизнь будет складываться в будущем. Если этого не будет, то есть, вам опять подсунуть какого-то, то есть, постоянно водят, как козу, это, там, по заводу, говорят, людей, там. Ну, мы живем, вот, нам вот, Сергей Павлович, я нечего плохого, как, посмотришь, ну, хороший человек, хорошая семья нет, хороший батько. Ну, а так, ну, 10 лет, ну, что, 20 столбов, ну, 30 этих яиц здесь на поселке. Ну, говорят, денег нет. Деньги в этом государстве надо выпрашивать, то есть, любые бюджетные поступления под какую-то программу идут, под какие-то это самое, надо бороться. Почему, вот, я говорю, хотя бы он собрал бы нас всех, там, 50, 100, 150, а я думаю, что 500 человек бы поехало в Голованьск и сказал, что бюджет поселка должен быть такой же, как бюджет Голованьска. Все. Потому что, добродующее предприятие побужье кормит ваш Голованьский район. Пусть они скажут, сколько денег уходит, сколько денег приходит. Ребята, вот давайте сделаем так, чтобы хотя бы уравнять бюджет. Это была бы социальная справедливость. Все наши проблемы, потому что нет социальной справедливости. Ну, давайте за нее бороться. Ну, выбрали мы эту громадку, но теперь надо, чтобы ее возглавил нормальный, разумный человек. То есть человек, у которого есть какая-то божья искра, а который не идет для того, чтобы набить кому-то, а потом себе карманы. Потому что все эти программы работают так, тебе дают украсть, а потом тебе выкручивают руки, и ты работаешь уже больше на тех людей. Ну, потому что это подло. В одиночку ни у кого ничего не получается. Это система, то есть они сверху до низу работают как бы так. И все знают про это, все борются там на это самое. Давайте думать, кого мы выберем, кого мы выберем, то есть любые предложения. Потому что шушуканье вот эти все люди, которые там хотим того, мы хотим сего, мы хотим, чтобы он там вот такой был, такой был. Давайте выбирать из того, что есть. Скажем так. Вот есть вот что? А есть вот я уже сказал. Я говорю, что есть у нас Григорий Витальевич Камашко, есть у нас Андрей Иванович Сичко. То есть вот любые другие предложения, они могут быть тоже услышаны. То есть это мое мнение. Я не готовился к этому разговору. Я думал, что я вообще просто посижу на социальной... Мы, я еще раз повторяю, должны решить все вопросы свои тут. Сами. Никто не приедет. Никто за вас не будет думать. Потому что я говорю, что, ну вот я в Киеве, иногда бываю тут. Там совершенно другая ситуация. Там другое настроение. Люди сели в машину с кондиционером, вышли в кабинет с кондиционером, пошли в ресторан с кондиционером и, скажем так, папузья там потерялась. То есть оно никому не это самое, не интересно. То есть... А? Оно и не находилось. Оно и не находилось, да. То есть какие-то поступления отсюда людей интересуют. А как мы тут все живем, как бы... То есть люди сами должны определить, как они хотят развивать свою громаду. Громада получилась. Изменений у нас сейчас никаких нет. Очень жаль, потому что я говорю, что нет другого финансового пока инструмента. Хотя уже можно было бы, наверное, готовиться к установке ЦНАПов, там то и сё. Но пока мы... Ну мы во власти все вот... У нас вот министерство самовыдувания, вот оно такое. То есть я вижу депутаты наши, это самое... То есть мы за всём думаем и одновременно ни о чём не думаем. То есть мы все живём как-то одним днём. Ну вот... Надо это менять. Я так думаю, что под нормальным руководством это сможет измениться ситуация. То есть... Да. То есть как-то давайте думать. Я, в принципе, сказал всё. То есть любой человек может выйти и сказать, что он видит, что он думает. Мы всё время стесняемся, скажем так. То есть... Ну, я не знаю. Чего стесняться? Это наша жизнь проходит и нашу жизнь сливает... Ну, она как вода стекает. Да. То есть... Давайте думать... То есть мы получили инструмент. Как мы будем этим инструментом пользоваться, зависит от нас. То есть я говорю, ножом можно порезаться, а можно нарезать хлеб. Вот давайте думать, как нам нарезать хлеб. Самое главное, я говорю, что люди должны... Опять же, должны. Не должны они. Ну, люди должны... Опять должны. Да. Люди... Чтобы могли... Просто... Чтобы люди могли влиять на решение властей. Это... Ну, это горько говорить. Ну, в принципе, люди отдельно, власть отдельно. То есть вот это делегирование власти через депутатов. Ну, скажем так... Не хочу я задавать вам сейчас вопрос, найдите ли вы своего депутата. Очень много раз я встречался с ситуацией, когда люди не знали, кто у них депутат. То есть... А уже конец конденции. То есть вот осень 25-го жёвтя депутат, по идее, должен идти на заслуженный отдых. А он и не работал. То есть вот как-то так. То есть эта система, она не работает. То есть... Громадские засады, депутаты... Громадские засады. Значит, давайте думайте, как заинтересовать людей, чтобы они работали. Понимаете? Так не бывает, чтобы человек без мотивации чем-то занимался. Ну, не бывает такого. В мире такого нет. Ну, не может такого быть. Это... Специальное искажение произошло. То есть депутат не может подойти там, компоту попить где-то, потому что это будет расценивано как коррупция. Ну, все с него хотят что-то спрашивать. Так не бывает. То есть это сама система, она порочна. То есть она сделана для того, чтобы её на корню просто убивать. То есть... Ну, вот громадность, она может как-то шевелить это всё и это самое. Люди должны понять, что это их жизнь, их деньги и их собственность. Ну, вот когда это произойдет в голове, то, наверное, наша жизнь начнет меняться. Я еще раз повторяю. То есть выбирайте сердцем, хотя не сердцем, лучше мозгами выбирать. Потому что мы уже выбирали и сердцем, и печенью, и там еще чем-то. То есть постоянно нам навязывали каких-то лидеров, которые, в принципе, всегда... Как эти жертвенные бараны, вот это не жертвенные бараны, но вот на медскомбинате, которые идут, у него всегда есть дверка, у них у всех есть запасные аэродромы для наших больших руководителей. То есть у них есть недвижимости, дети их учатся в хороших местах. То есть их, в принципе, не интересует какая тут жизнь. На местном уровне? Ну, пожалуйста. Я предлагаю так сделать. Для того, чтобы все начинать нормально, пусть каждый кандидат, которых 5-10 человек будет, представит программу, что он сделает через 3 месяца, что сделает через 6. После этого в программе записано, чтобы было, что если я не сделаю, я укажу. Все. Если вы присоединились со мной в фейсбуке, я написал, что каждый кандидат должен написать заявление об уходе по собственному желанию и ошать в музей Побувского хранителя завода Никелева. Нет, не так. Значит, я предлагаю не так. Или под стеклою положить. Я не так предлагаю. 6 месяцев прошло, не сделано. Есть на это депутаты. Депутаты собираются, снимают. Все. А чего? А чего нельзя? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет. Всем спасибо. Тимур Тимур Галерьевич. Дальше. Дуже такое эмоциональное слово. Дуже спорудую.